В прошлом село называлось Вознесенским и относилось к Тройскому уезду Оренбургской губернии. Датой основания села считается 1755 год, когда сюда переселили крепостных крестьян. Можно сказать, повезло селение. Уральская земля явила не только мид и железо, но и золото. Повсеместно открывались новые шахты, требовалась рабочая сила, и со всей округи стали подтягиваться в эти края разные работные люди, а вместе с ними перекупщики-торговцы, купцы, управители, горные специалисты. В конце XIX века население Вознесенки выросло до 3000. В 1871 году большая часть поселения сгорела в пожаре. После пожара село вновь отстроилось. В 1890 году вместо деревянной церкви началось строительство большого каменного храма. Стройку финансировали местные купцы-золотопромышленники. Они пожертвовали на храм 36 килограммов золота. Храм осветили в честь Вознесения Христа. Зерковь получилась величественной и очень красивой. Внутри сохранилась старинная роспись, сделанная русскими и итальянскими мастерами. Большой, пятиглавый собор с прекрасной строгой архитектурой, с пристроенной к нему сбоку трехъярусной колокольной, поражает своим величием. Серовато-голубоватые, с остальным отливом луковки, всех глав похожи на шлемы древнерусских богатырей, а кресты на них отливают золото. На Пасху устраивали импровизированную иллюминацию, для чего на кирпичные столбы и ограды устанавливали бочки с салоном, которые поджигали вечером, а на горе неподалеку из салона выкладывали огромными буквами «Христос воскрес», которые тоже поджигали. С горы стреляли из пушки хвостов и салонные. В 1930-е годы церковь закрыли, с колокольными скинули колокола. Самый большой колокол разбился, его отправили на переплавку. Один из небольших колоколов, поместный легенде, утопили в озере Вороженчик. В годы Великой Отечественной войны для укрепления боевого духа церковь вновь открыли, но в 1960-е годы закрыли. В настоящее время церковь восстанавливается и является памятником от Родины. При посещении Вознесенки обратите внимание на стоящий рядом с церковью мраморный памятник. Это монумент Александру II, освободившему Россию от крепостного права. Он был установлен в 1884 году. В прошлом его венчала позолоченная императорская корона, и на ней была высочена надпись «Александр II родился в 1818 году, короновался в 1841 году, в 1861-м освободил крестьян от крепостного бига». После падения царизма корону сбили и установили знак союза крестьян и рабочих. Сейчас нет ни того, ни другого, ровно как и надписи на монументе, поскольку в советское время ее стерли. Тем не менее, памятник уникален, поскольку один из немногих сохранился. От Вознесенки ходит на горный хребет Алабия, на западном склоне хребета Алабия начинается легендарная река Урал, а на восточном – река Уль. А еще в долине Вознесенки интересно озеро Ворожич, на берегах которого проводили языческие обряды. В это озеро ни одна река не впадает, и ни одна не вытекает. На дне озера есть карстовые полости. Тайгеры пытались разыскать колокол, сброшенный с колоколки, совершали погружение, но так ничего и не нашли. Может быть, он и провалился в одну из таких полостей. Но подалеку от озера находится шаритовский потопал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok